Так, на какое же число вас записать? Чем скорее, тем лучше. Ноябрь занят, декабрь тоже. Январь. Вы не суеверны? Нет. Январь, 13 число. Ходится. В 13 часов. Рискнем? Рискнем. 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 Шахов, а я буду с тобой счастлива. Рискнем. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Доброе утро! Доброе утро! Вот это да! Ну что, будем считать, что ты сдал экзамен на место главы семьи? Готовить дело женское. Нет, мужское. Мой брат готовит так, чтобы пальчики оближешь. Да? Мужчин все всегда выходит лучше. Почему же вас та все ругают? Почему вы нынче вопали? И такиевой, и сякиевой. А вы сами в этом виноваты. Звалили на себя. Огромный объем чистой мужской работы. Вот. А мужик от природы ленив. Смотрит, что без него все получается. И полез на печь. А как же ваше чистолюбие? При чем тут чистолюбие? Ну как это при чем? Он из печки командовать может. Может. И командует. А вы вкалываете. А ты другим словом хочешь сказать, что на дураках воду возит? Одевайся. Времени в обрез. Иду тебе. А я взяла неделю за свой счет. Не понял. А что? Какие-нибудь срочные дела? Нет. Просто жена это состояние души. Я хочу привыкнуть к этому состоянию. Научиться тебе готовить обеды, ужины, завтраки. Вы знаете, что ты любишь? Чего терпеть не можешь? Уходи. У моего брата, например, от одного только вида вареного лука скулы сводят. Ну это все мелочи-то. Ну знаешь, от этих мелочей во многих семьях заборы трещат. Сколько? Хватит. Хватит, хватит. От ком-то ты теперь откажешься? Нет. Почему? Ну, по двум причинам. Во-первых, не хочу тебя стеснять. Во-вторых... Почему ты считаешь, что ты будешь меня стеснять? Ну, как-то неудобно. Мужчине влезать на все готовое. Это ущемляет его достоинства. Ну, что же нам делать, чтобы не ущемлять твоего достоинства? А мы вступим в кооператив. Двухкомнатная квартира тебе устроит? Устроит. Только где мы деньги возьмем? Деньги я уже внес. Ну, хорошо, тогда я покупаю мебель. И мебель я уже заказал. Где? У нашего соседа. Василия Ивановича. Так. А что делать мне? Тебе? Рожать детей. А тебе их много надо? Двоих. Мальчик и девочку. Сумеешь? Ешь. Не ждали? Здравствуйте. Здравствуйте. Я могу быть свободна? Тогда идите. Как здоровье? Спасибо, Валентин Валентинович. Получшим. Но врачи настаивают, чтобы я еще погулял. А креп, так сказать. Как ты на это смотришь? Когда идет перестройка, производственные мощности падают. А гарантия, что они возрастут потом у тебя есть? Павел Иванович, вы же лично знакомились с расчетами Гориной. Это все бумага. А планы выполняют люди. Люди бывают разные. С некоторыми хотел бы сработаться. Да не выходит. Ты, между прочим, почему в прошлый раз квартальный отчет не подписал? Ты его читал? Читал. Ну и... Вы хотите спросить, сообразил ли я, что там некоторые цифры дутые? Из следующего, так сказать, квартала? Сообразил. И поэтому не подписал. Второй ваш вопрос. Почему я, жонглируя, как вы выразили, своей принципиальностью, все-таки подписал его, так? Допустим. Я пошел на этот компромисс только лишь потому, что хочу искренне помочь вам. Я ведь знаю, Вавилов предложил вам должность заместителя. У тебя что, в управлении свой человек есть? Да нет, все проще. Просто об этом знает ваша секретарша, то, что знает она, знает весь автокомбинат. Ага. Давай на чистоту. Ты нацелился на мое кресло? Суть не в этом. Просто нам вдвоем комбинат из этого дерьма не вытащить. Это почему, жонгли? Вы помните басню Крылова «Однажды лебедь, рак да щука»? Ты хочешь сказать, что я вроде бы как... Я ничего не хочу сказать. Просто вы, Павел Иванович, устали. Усталость... Ну, договаривай. Кто-то из великих сказал, старость начинается в тот день, когда умирает отвага. Ты что же хочешь меня? На пенсию... На пенсию вам рано. Просто вам нужно хорошенько отдохнуть. Так. Отдохнуть. Слушай, Шахов. Я ведь действительно устал. Устал от крика, штурмовщины, выбивания дефицитных материалов. Каждый день что-нибудь где-нибудь выбиваю. Это раздражает. Почему я должен выбивать то, что мне должны поднести на блюдечки? Пора. Нельзя обойтись. Не знаю, Павел Иванович. Одно могу обещать твердым. Прежде чем что-либо сделать, я крепко подумаю. Вот и хорошо. Ну что ж, значит, отдохнуть говоришь? Ладно, уговорил. Ухожу в отпуск. Ты когда-нибудь в горах бывал? Не приходилось. Вот и мне не приходилось. Говорят, там мировая форель водится. водится. Кого-нибудь ждете? Александр Рафимович? Здравствуйте, Оркосевьян. Ой, да и вы никак все развитесь. Ну, как вам сказать, если женщина не приходит на свидание? Ну, в общем, я решил, что с вами что-нибудь случилось. Правильно решили. Подруга заболела. Что-нибудь серьезное? Ой, Александр Рафимович, одиночество, оно всегда серьезное. Я понимаю, одинокая женщина в однокомнатной квартире, да еще, наверное, без телефона. Да, да, да. А у вас что, тоже нет телефона? А вы что, хотите позвонить? Я хочу помочь вам вернуть вашу свободу. Интересно. И что же, по-вашему, свобода? Это трехкомнатные квартиры с телефоном? Свобода, уважаемая Ольга Сергеевна, это умение видеть себя не в плане квартиры. Вот вы когда-нибудь отдыхали на языке? Не приходилось? Вот представьте, раннее утро, и у ваших ног плещется самое синее, самое чистое и самое большое озеро в мире. Здравствуйте, Ольга Сергеевна. Здравствуйте, здравствуйте, Байкар. Какие трудности? Да вот, Ольга Сергеевна недовольна качеством работы. Халтура, говорит. А зачем вам этот гроб понадобился? Был гроб, а теперь квартира на колесах. Ребята всю худовую часть сменили, причем свободное от работы время. Не верите? Верю. Правильный, Ипполит Матвеевич, своих людей надо верить. Доверие выпрямляет человека. И давно ты это усвоил? В школе. Когда с Дарвином познакомился. А вы знакомы с теорией Дарвина? Я даже с Пушкиным знаком. Ты мне лучше скажи, зачем этот гроб ремонтировали? Закушку мариновать. Нет, Ипполит Матвеевич, ну сейчас осень, грибной сезон. Шахов сказал, хотите ездить за грибами с удобствами, дам автобус. Но отремонтируйте своими силами. Не в свободное от работы время. Вот мы и постарались. А что же не покрасили? Вы что, сговорились? С кем? Ну вот с Ольгой Сергеевной. Она мне уже тот битый час внушает, что в таком состоянии, говорит, машину не примут. А при чем-то Ольга Сергеевна? Ипполит, отвечу. Ну она председатель месткома. Отвечает за культурный отдых. А вот культурный отдых, по ее мнению, требует соответствующих красок. Правильно. Но краски-то нет. Ну отгони его, Борис Николаевичу в автосервис. Скажи от меня. Вы довольны, Ольга Сергеевна? Выбелись, Александр Александрович. Симпатичная женщина. Охотник. Что? Я говорю, за краску спасибо. А, нет, да что-то. Автомобили на линии? Да, все до одного. А дальше что? Козла забивать? Зачем же? Собрание устроим, поговорим. Народ разный, интересы разные. Зря сомневаетесь, а? Ипполит Матвеевич, ребята у нас хорошие. Все. Сорокин. Здрасте. Что в дело-то? Похмеляться бегал. А ты видал? Догадывайся. Догадывайся. Я тоже кое о чем догадываюсь. Вот так, только молчу пока. Доказательств нету. Что, собрался ли будет? Да, в красном уголке. Опять про международное положение? Нет. На этот раз прям с тебя и начнем. Да? Это с какой же стать? А вот кого слова не берут, с того три шкуры дерут. Да? А ты тут давай мне не угрожай. Слова не берут. Видали он? Не успел на табуретку залезть, а уж командует. Вот скажите мне, имеют он такие права или нет? Да прав-то, к сожалению, больше всего у тебя, Сорокин. Да? Ты жалобу настрочишь, в дирекцию пожалуешься, и взовком сбегаешь, если надо. Не поможет и в райком. А вот я лучше и могу. Кого мне помощи просить? В тот же райком приди, засмеют. Скажешь, ты из ума выжил. Не поверить, что какой-то Толя Сорокин меня до ручки довел. А ведь ты меня действительно до белого коленя довел. Одному Богу известно, как мне иногда хочется. Понял? Прав таких не имеете? Не имею. Не имею. А вот бригады твои товарищи имеют. Иди, они с тобой поговорят. С тобой давно пора поговорить. Ну, пойдем. Куда? На Кудыкину гору. Здравствуйте, Валентин Валентинович. Здравствуйте, Политик Матвеевич. Знаешь, твоя идея начинает действовать. Это в каком смысле? Сейчас беседовал с Гусятниковым. Ну, надо же, вчера еще балласт, шлак. Гайка в чужом механизме, а сегодня мы, нас. Ожил, зашевелился. Значит, даже лицом как-то посветлял. Да, это хорошо. Для нас сейчас самое главное, это сломать в человеке потребительское отношение к труду. Вооружить его инициативой, личной инициативой, чтобы он наконец понял, что лишний рубль он может получить не халтурой, а творческим отношением к делу. И тогда план для него, это будет уже не что-то абстрактное, а реальность, а сезарим. Все-таки рубль. Да. Ни Пушкин, ни Гёта, ни Врубель, не верили в строчку, а верили в рубль. Маяковский. Это, конечно, шутка. А если серьезно, то материальную заинтересованность, конечно, надо приветствовать. Конечно, поощрять. Рад был, между прочим, за это и Ленин. Слушаю. Валентин Валентинович, к вам из газеты. Пригласите. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот, ознакомьтесь, Ипполит Матвеевич. Собладовников, парторг. Корзинщиков, корреспондент. Очень рад. Ну как, готовы к серьезному разговору? Ну, с утра настроился. Ну, хорошо. А ваш герой не стеснительный? Да что вы. Он несет в себе такой же заряд положительных эмоций, как и вы. А вы что, хотите писать о... Да, о почине Гусятникова. Минуточку. Данилов, зайди. Здрасте. Товарищи, он отведет вас в бригаду у Гусятникова. А, хорошо. Спасибо. Вы знаете, если у меня появятся вопросы, я с вашего позволения зайду к вам. Пожалуйста, пожалуйста. Спасибо. По-моему, Валентин Валентинович, этот вопрос не продумал. У Гусятникова сейчас собрание. Они при горячей руку таково ему наговорят. Ну и пусть. Пусть наговорят. Зачем же ссоры из-за избыта выносить? Вот. Вот в чем собака зарытая. Не понял. Сейчас объясню. Сколько лет Шейн руководит автокомбинатом? Лет 12-15. 15? Ну как, он справляется с обязанностями? Ты зря на Шейна. Ты видел, в каком состоянии он принял комбинат. Никто не верил, а он вытянул. Ах, Иппалит Матвеевич, я как-то в детстве слышал одну, на первый взгляд, незатейливую дурацкую песенку. У папа была собака, он ее любил. Она съела кусок мяса, он ее убил. Ну а это ты к чему? Ну так ни к чему. Информация к размышлению. Ну а конкретно? Шейн никогда не справлялся с обязанностями. На эту работу его направил райком, и он ее делал, конечно, но без удовольствия, без искры. Но не любит он железки. А если человек занят не своим делом, он, конечно, быстро устает, изнашивается. В 30 лет силы еще есть, к 40 они кончаются, в 50 человек к рутине привыкает, а после 50 думает, как бы до пенсии дотянуть. Мне 50. Вышесказанное имеет отношение только к тем, кто занят не своим делом. И в своих суждениях я не одинок. Вот профориентации молодежи. Какое внимание уделяется? Так, значит, война, конфликтная ситуация, как теперь говорят. А в чем вы ее узрели? Шахов против Шейна? Ну нет, нет. Ни в коем случае. Тогда зачем же ты затеял этот разговор? Ипполит Матвеевич, этот разговор затеял не я, а вы. Не передергивайте карты. Кстати, я не понимаю, зачем вы его затеяли. Вы что, сомневаетесь в правильности моих действий? Да нет. Руководитель-то сильный. Я тут на днях был в райкоме. Случайно узнал, что на седьмом автокомбинате освободилось место директора. И вы порекомендовали меня? Нет. Просто меня спросили, потянешь ты на директора? Я ответил положительно. А теперь раскаиваетесь? Я, Валентин Валентинович, никогда не отказывался от своих слов. Просто я не хочу, чтобы ты уходил. Люди к тебе привыкли. Поверили. Валентин Валентинович, возьмите трубочку. Вавилов. Здравствуйте, Игорь Николаевич. Да нет, нормально. Когда? В пять. Хорошо, буду. Ипорит Матвеевич, где мне работать? С кем мне работать? Вопрос такого рода я привык решать самостоятельно. Я не могу сказать. Одно только могу сказать. Своё отношение к делам автокомбината я высказал не за тем, чтобы уйти работать в другое место, а для того, чтобы приобрести в вашем лице союзника. За доверие спасибо. Но запомни, Шахов, в твои годы я тоже был. здравствуй, папа. Здравствуй, дочка. Здравствуй. Приходи. Поздравляю. Спасибо. Ну, сколько нам нащёлкало? Ой, не спрашивай, 28, старуха уже. Давно замуж пора выходить. Детей рожать. Ты считаешь? Ты раздевайся, я на кухню. Детей рожать. Кто ещё придёт? Не знаю, никого не приглашала. Ну, значит, всем миром прибудут. Может быть. А почему ты один без Анны Семёновны? Дома. Плохо себя чувствует. Это разговорка? Что? Это отговорка, что плохо себя чувствует? Может, и отговорка. Только я её понимаю. Наверное, ей трудно найти с тобой общий язык. А ты за эти три года даже не улыбнулся по-человечески. тоже должен меня понять. Я никого не могу представить на месте мамы. Ты ведь не ребёнок. Ты прекрасно знаешь, как мне трудно приходилось одному. Пап, ну что ты говоришь? А мы? Саши, я ведён в последние годы четыре раза. И то по праздникам. А ты едва я чухался после инфаркта в прошлом году. Сразу Зеленцовым укатило на юг. Пап, ну перестань. А с Зеленцовым, ты же знаешь, это была дружеская поездка. В таком случае твой Зеленцов болван. Кстати, он придёт сюда сегодня? Притопает. Ну и как ваша дружба? Подвигается к ЗАГСу? Подвигается, только не с ним. Замуж вышла? Собираюсь. Официальное бракосочетание состоится 13 января. Тебе что, плохо? Воды дать? Кто он? Шахов. Главный инженер автокомбината. Ну, ну что же, так это неожиданно, что это любовь с первого взгляда. Да. Могла предупредить, посоветоваться. Мы вчера хотели к вам приехать, но его сдержали на работе. Вчера. Ты знаешь, это, по-моему, самое подходящее слово. Вчера. Вот, подходящее слово для определения отношений современной молодёжи к своим родителям. вчера хотели прийти, вчера хотели купить, вчера хотели поздравить. Всё вчера, а сегодня-то... поздравить. Успокойся. сегодня ты с ним познакомишься. Увольный. Батальные сцены не для моего здоровья. Что ты имеешь в виду? Зеленцова и Шахова? Именно это... Я думаю, Зеленцов ничего не знает, поэтому я ухожу. Экстремальные ситуации не для меня. Это вот от меня. Спасибо. Тогда мы завтра к вам зайдём. 7 или 8. Хорошо? Будем ждать. Будем надеяться. Кажется, в ЛИП. Дуэли не будет. Папа, не волнуйся. Шахов ему уже всё объяснил. Здравствуйте. Здравствуй, отец. Я знал, что ты придёшь. Я уже ухожу. Раша, ты в добром здоровье и прекрасно выглянешь. Познакомься, отец. Ольга. Тарафим Александрович. Таня, познакомьтесь. Ольга. Таня. Жениться, собрался. Отец, есть вопросы, которые мне стоит задавать не потому, что на них трудно ответить, потому что задавай их, ты ставишь собеседником в неловкое положение. Ты почему уходишь? Таня, что случилось? Анна Семёновна больна. Вы знаете, в чём риск замужества и женили бы тоже? Риск женили бы в том, что женится на обаянии, а жить приходится с характером. Учтите, это вас всех касается. До свидания. А у вас чудесный отец. Да, не жалуемся. Вы проходите. Да, спасибо. 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 Вы самоуверены, просто как... Как кто? Как Шахов. Вы даже в жестах стали его копировать. А что, он вам чем-нибудь насолил? Шахов есть Шахов. А вы оставайтесь самим собой. Вам это больше идёт? Налейте водички, пожалуйста. Иди, открывай. Именинница. Здравствуйте. Поздравляю. Спасибо. Здравствуйте. Здравствуйте. Зеленцов. О-о-о-о. О-о-о. Красиво. Жить не запретишь. Привет. Что? О-о-о. Кажется, о таких мечтах. Ой, какая прелесть. О-о-о-о. Сережа, дело в том, что замужним женщинам такие подарки не дарят. Как? Ты вышла замуж? Да! Три недели назад. И давайте за это выпьем. вот. Да, спасибо. Спасибо, Левна. Ну что ж, поздравляем. Здоровья. Спасибо. Поздравляем. Поздравляем. Я, собственно, Татьяна Трофимовна к вам по делу? А, да. Конечно. Я уезжаю. Куда? В Болгарию. В командировку. Отдыхать. Я хотел бы, чтобы вы на это время остались моим заместителем. А начальство не возражает? С Григорием Степановичем я уже поговорил. Он согласен. Ну, тогда я тоже, в общем-то, не возражаю. Прекрасно. Значит, жду я вас завтра? Да. Ровно в девять, чтобы не опаздывать. Хорошо. Сейчас прошу извинять меня. Деловое свидание? Да, конечно. До свидания. Да. До свидания. До свидания. До завтра. Да, ровно в девять. Хорошо. Сейчас. Я сейчас. Прости, продай приблик. Размер Татьяны. Так я ей возьму. Сколько? 75. О, сейчас. Потом. Потом. Ну, что так поздно? Дела. Что тут произошло? А, я просто ему сказал, что если невеста ушла к другому, то это еще неизвестно, кому повезло. С влюбленными, Саша, шутить нельзя. Да почему же? Они теряют чувства юмора. Ну, наконец-то. Ну, сколько нужно? Спасибо. Поздравляю. Прошу. 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 Чудо. А я тебя тоже решил удивить. Анат, шагай за мной. Шагай за мной. Куда? 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 Минуточку. Я же тебе сказал, видеть меня можешь ты только по служебным делам. Да, это я уже слышу. Но это случайность. Татьяна, в общем, Саша меня с ней познакомил. А Саша... Что с Сашей? А Саша просто мальчик. Увидел, что женщина одинокая, решила поухаживать. Валя, дай мне, пожалуйста, сигарету. Ты же раньше не курил. Ну, да было раньше. Валя, послушай. Да, спасибо. Мне с тобой нужно очень серьезно поговорить. Мне нужно очень многое тебе сказать. Да даже... разгор Cantor diem, If you be функ delay the time, убегай сладка, сладкой сладки. Короче, они, Саша, приближай. Да нет, остатковый... А starter? Okhouse, кострый! Раньше как мы работали? Ну не то чтобы с линцой, но вот скажут сделаем, не скажут еще лучше. Теперь же совсем другое дело, потому что появилась заинтересованность, перспектива. И как результат, если что ни день кто-нибудь бежит сразу с предложением или с идеей. Вот, например, на седьмом автокомбинате откликнулись и предложили начать соревнования за эффективное использование грузоподъемности автомобилей. Очень дельное и своевременное предложение. Мы здесь посовещались и решили, что в самое ближайшее время откликнемся и устроим с ними соцсоревнования. Это чья анициатива, Шахова? Угущатникова. Ну, например, многие смеются и говорят, вы так до того дойдете, что... Он что же учится? На третьем курсе. Шахов ему дал понять, что начальник колонны должен быть не только толковым человеком, но и знающим. А там и до главного инженера недалеко. Вопрос с кадрами действительно вопрос наболевшим. Шофер, это же прекрасная профессия. А кто у нас зачастую сидит за рулем? Недоучки, рвачи, превратившие машину в средства наживые. Гнать бы их в три шеи. А мы вынуждены закрывать глаза. А почему? Плохо пропагандируем профессию. Не умеем растить кадры грамотных шоферов, слесарей, руководящих, работников. Насчет газеты, Гусятников прав. В стране больше десяти миллионов водителей, а своего органа печати у нас нет. Некуда писать, негде изложить свои проблемы, болячки, это же безобразие. У железнодорожников есть, у авиаторов тоже. А мы что? Ну вот и поставьте этот вопрос на высшем уровне. Придется. Глеб Николаевич. Да? Вас райком вызывает. Кто? Сергей Федорович. Алло? Алло! Алло Сергеев, в чем дело? Он просит приехать лично. Машину подъезда. Спасибо. Ну, Валентин Валентинович. Извини, говорит, Матвеич. На ковер. Да, с водителями у нас зарез. Гусятников тут говорил с ребятами с таксомоторного парка. Это наши условия устраивает. Ну, так берите. Нет, пускай. Понятно, звонок требуется? Не понесал бы. Ладно, вечером поговорим, я заскочу к вам. Так, о чем ты хотела со мной поговорить? А много у него? А конкретно? А конкретно о нас с тобой. А ты помнишь, как мне познакомился? Я пришел к вам в институт. Меня там приятель ждал. Увидел тебя в коридоре и остановился. Так? Так-то, ну так. Только ты бы никогда не остановился, если бы я на тебя не посмотрел. Заборожил. А ты не смейся. Ты знаешь, кто-то сказал, чего хочет женщина, того хочет Бог. Правильно сказал. Ты знаешь, я когда тебя увидела, у меня в душе вдруг что-то оттаяло. Будто весна началась. Отчего, думаю, парень, как парень. Вот только глаза. Уставшие у тебя тогда были глаза. Смотришь и вокруг ничего не видишь. Вот тогда-то я на тебя и посмотрела. Да так посмотрела, что ты не выдержал и оглянулся. Ты это к чему? А к тому, Валь, что если женщина захочет, ей стоит только брови повести. А вы, мужики, ее желание собственной лихости приписываете. Я так никогда не думал. Да я знаю. Ты не бабник. Тогда к чему этот разговор? К тому, чтобы ты красный с черным не перепутал. Ольга, не ходи кругами. Я, если и любил тебя когда-то, то за прямоту и откровенность. Да нет. К сожалению, ты меня никогда не любил. Ну, а если и любил, то довольно странно. Ты приходила ведь ко мне только тогда, когда тебе нужно было отдохнуть от книг, от занятий, от самого себя. Ты это сейчас придумала? Нет, Валь. Сейчас я за прошлое оправдываюсь. Девчонка была глупая, не понимала, что мужику нужно настоящим делом заниматься. А тогда ты этого и не знала? Нет, к сожалению. К сожалению. Тогда я чувствовала себя тринадцатой женой в гареме. А тебе хотелось быть первой. Давай. Это естественно. Сидишь, бывало, в общежитии. Суббота. Девчонки на танцы бежали в кино. А ты сидишь и ждешь. Отчего ждешь, сама не знаешь. Придет или не придет. Однажды мне надоело ждать. И ты написала мне записку. Я не декабристка. Вот она. Я ведь тогда еле на ногах устоял. Получил распределение на север. Купил до Норильска два билета. Прихожу домой. От жены след простой. А в записке только три слова. Валя. А ты меня любил? Любил. Если бы ты попыталась объясниться тогда, пять лет назад. А впрочем, это сентиментальная чепуха. так и не прочитал. Некогда было. Вот. Не волнуйся. Это заявление. В отпуск ходишь? Да, в отпуск. Пока. В управлении освобождается место старшего экономиста. Если хочешь, я тебя порекомендую. Я думаю, так будет спокойнее. И тебе, и мне. Да, так будет спокойнее. Прощай, Балентина. Прощай. Прощай. Здравствуйте. Здравствуйте. Не вы будете, товарища? Он сам и собственную персону. Я второй раз к вам прихожу. Вот вам телеграмма. Ну, зачем? Вручили бы жене. Я была на рынке. Видите, телеграмма срочная. Так, когда выезжать? Срочно выезжать. Срочно выезжать. Распишитесь, пожалуйста, будьте любезны. Счастливо вам съездить. Всего вам доброго. Всего вам доброго. Сударь. Что-нибудь серьезное? Серьезное, но не срочное. Сейчас все объясню. Ты спешишь? На полчаса вырвался. У меня сегодня прием по личным вопросам. театр. Ты не забыл, что мы сегодня идем в театр? Театр? А билеты? Что, срок купим? Купим срок, я изучу. Ну, что за телеграмма не шла? Рассказывай. Это долго и скучно. Это дела. Очень интересно, как некоторые люди умеют устроить свои дела. Гораздо проще, чем это выглядит со стороны. Ну, в общем, директор нашего комбината в скором времени должен перейти на работу в управлении. С условием, если он найдет себе замену. замена это ты. Я. А мне в свою очередь нужен толковый главный инженер. А где его взять? Где? Вот я вспомнил, что со мной на севере работал замечательный парень Валежка Кормилов. Я написал ему письмо. И он, как человек современный и нетерпеливый, разбухал телеграмму, когда выезжает вот вся ситуация. Интересная ситуация. А ты уверен, что директор остановил свое внимание именно на тебе? Уверен. Я сумел бы убедить его и начальника управления Вавилова в целесообразности такого решения. А чем ты сумел убедить? Делом. Сейчас можно убедить. только делом. А ты не будешь отрицать, что тебе помог случай? Нет, не буду. Слушай, на то и выпадает, чтобы человек смог проявить себя. А если он упустит такую возможность раз, другой, третий, грошу, мацана, я тебе другого мнения. Я согласна. А чай ты будешь? Нет, ты знаешь, я пойду. Я уже опаздываю. Когда вернешься? Полседина. Вот. motor, ты знаешь. Не могу. 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Хорошо, извините Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Мне видней Кто первые? Я С детьми я вас не приму Ну ничего, они здесь подождут Анастасия, пригляди Садитесь, мы постоим Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Дети есть? Это к делу не относится А у меня трое Я и так вот еле конца с концами сводила А вот теперь... Я на двух работах уборщица Вы что же мне прикажете теперь на третью наниматься, да? Ну зачем же? Заставьте мужа работать Да где работать, где? Вы же мне начатый кислород перекрыли Ведь куда ни обращался, сюда отказ Не нуждаемся, говорит товарищ Сорокин В ваших услугах Хоть пропадай У нас Сорокин пропасть невозможно В грязь по шею залезешь И то вытащат Руку протянут Тебе сколько лет? 35 Так вот, наверное, лет 20 тебе из них твердили Сорокин, будь человеком, будь человеком, будь А ты? А ты плевал на эти увещевания и пьянствовал А теперь в ноги кланяешься Ни гордости, ни самолюбия Так это я вас прошу Ради меня Ну, ради детей Помогите Ну, хорошо Ты на завод железобетонных изделий обращался? Ходил Слесарной работы нету Ну, правильно Слесарем тебя никто не возьмет Мы тебя, Сорокин, уволили не для того, чтобы ты дорогу перешел и на соседнем комбинате устроился Мы тебя уволили, чтоб ты понял, наконец, какую шикарную работу потерял Что ж где теперь? Так келажникам иди Предлагали? Я же специалист Ну, так же это добросовестным трудом Заработаешь хорошую характеристику Возьмем обратно Заработает Заработает, вы не волнуйтесь, заработает Я его на антабус посажу Антабус не поможет Надо, чтоб совесть проснулась Проснется, проснется, вы не волнуйтесь, как шелковый станет Спасибо Спасибо Любопытная парочка Скучно стало? Да нет, наоборот, хорошее настроение вернулось Ну, желаю успеха Всего доброго Зинаида Павловна, пригласите следующего Привет Привет, проходи Хорошо выглядишь Это и тоже хорошо выглядишь Ну, это понятно, я выхожу замуж Что-то в тебе изменилось Стал более вылебойки На мужчину стало похож Ты мне нравишься Так, зачем пришел? До десятки? Обижаешь Ну, что я у тебя занимал когда-то Так, сейчас пятьдесят попросишь? Есть у меня деньги Тань Да В данный момент Ты меня интересуешь, как женщина Ты с ума сошел Может, я не так выразился Но Ты женщина, ты Ты любишь Ну и скажи мне Что из себя представляет Шахов? А что тебя меня насторожило? Тань, я не могу понять Весь комбинат твердит, Гусятников, держи Шахова, человеком будешь Ну, может они и правы, я ему многим обязан, он меня мозгами заставил шевелить Но в настоящий момент я испытываю какое-то странное ощущение Понимаешь, как будто все, что я делаю, я делаю ему на руку А именно? Мое выступление на слете передовиков Это его дело? Его Статья в газете, телевидении Это все он Я исполнитель, я актер, которому насильно сунули чужую роль, даже не объяснив ее смысл И вот я себя спрашиваю Ну, почему такое пренебрежение? Почему такое недоверие? Кто я ему? Кто? Друг или... Ну, ты как считаешь, кто ты ему? Таня, подожди, послушай Ну, дай я потрогаю тебя Друзья так не поступают Друзья, это когда никаких тайн, когда все честно, открыто, понимаешь? А здесь недоверие Здесь... Он что-то замалчивает, понимаешь? Он что-то все время недоговаривает, я не пойму, что Как ты любишь себя усложнять, а? Горе ты горе, господи Ой, все же понятно Шахов хочет тебе помочь Вы же почти родственники Родственники Вот, он хочет, чтобы ты кончил институт Чтобы ты занял соответственное положение на работе Да А некоторая сухость в ваших отношениях, ну это тоже понятно Ну, нехорошо же, когда на работе будут знать о ваших родственных отношениях Зачем? Какой же я дурак А ты считаешь, что Шахов преследует какую-то цель? Я уверен Он ее уже достиг отчасти Сегодня его назначили заместителем начальника управления Управления Управления? Да, да, да Заместителем начальника управления А шея? А шея остался в дураках Да, ситуация неприятная А что, а в чем можно упрекнуть Шахова, что он действовал на дозволенном приеме? Вот упрекнуть-то его и не в чем Вот это и настораживает Да что настораживает-то? Умение Так устраивать свои дела Так жить, так работать Ты знаешь, мне неудобно защищать Шахова, потому что он мой жених Но мне нравятся люди, которые умеют устраивать свои дела Вот мы всегда говорим карьера, кариализм, ругаем таких людей За что мы их ругаем? За то, что кто-то раньше кого-то сумел защитить диссертацию Да, представь себе, занять хорошую должность Ты со мной не согласен? Я с тобой согласен, Таня Ну, то в чем дело? Ну, во имя чего? Во имя дела Во имя дела Ты знаешь, с какой формулировкой взял Вавилов Шахова на работу? Если не справишься, выгоню к чертовой матери, вот и все И я думаю, что он взял человека на должность заместителя начальника управления Исходя не из... не за красивые глаза А исходя из деловых качеств претендента Из деловых качеств претендента, представь себе Может, это и так, Таня А мне от этого не легче У тебя неприятности? Нет пока А скоро будут Ты с кем-нибудь поругался? Завтра начнем С кем? С Шейном Вы же с ним ладили? Ладили, потому что не было точек соприкосновения А теперь-то я Кто? Бригадир Окончил институт, значит, начальником команды Вот тут-то мы с ним и схлестнемся Да ладно, ну что ты, что мы с ним делить Делить-то нам нечего, в этом ты права, но Но взгляды на жизнь у нас разные На работу Пип, я пошел Подожди, подожди, подожди Алло Добрый вечер Добрый вечер Я немного задержусь, так что ты не волнуйся Ты на работе? Да А тебя можно поздравить? С чем? Ну я немножко в курсе Не скромничай А тебя кто информирует? Саша Странно Я с Вавилом говорил на эту тему С глазу на глаз А что? Саша у нас? Да, у нас Дай-ка мне его Слушаю Добрый вечер, Александр Трофимович Добрый вечер Ты не можешь мне назвать Источник информации Только не темни Алла Сергеевна, секретарь Вавилова Она могла бы об этом сообщить Зинаиде Павловне? Вполне Так что весь автокомбинат в курсе? Ну, весь не весь, но от Шейн-то точно Так Придется мне ее сменить Значит, вы не уйдете? Этот вопрос я решу самостоятельно А пока передай таксистам Что вопрос о переходе их К нам на работу решен положительно Так что пусть завтра во второй половине дня Появится у меня Я их приму Ясно? Ясно А сейчас дай мне Татьяну Держи Я побежал Подожди, Саша, подожди Алло, ну подожди, Саша Ну куда ты его угнал? По делам Дела, дела, когда это все прекратится? Ты когда-нибудь остановишься? Зачем? Шахов, ты не сносим Это недостаток? Ну и недостойство Кто-то звонит Подожди, ладно? Да нет, позвони попозже Ну хорошо, целую Добрый вечер Здравствуйте Опять что-нибудь срочно Очень срочно Вот вам телеграмма Молния Ну и муженек у вас Сразу видно, что деловой Пожалуйста, распишитесь Женек деловой Спасибо большое Пожалуйста Всего вам доброго До свидания До свидания Здравствуйте, Алла Сергеевна Здравствуйте Вамилов У себя У себя Ждет вас Спасибо Добрый день, Глеб Николаевич Добрый Садись Извини, что без фрака Минералки хочешь? С удовольствием Да сейчас Чует мое сердце Не с добрыми вестями Явилось Опять что-нибудь ваше безработное Добрый день Сорокин Как ни странно Утихомирился Поступил на завод Железобетонных изделий Дал слово, что в ближайшее время Заработает характеристику И вернется обратно Странная вещь Сорокина выгнать можно А если вот руководящий работник Не справляется со своими обязанностями А что с ним делать? Понизить в должности Понизить Понизить Понизить, но и раз бывает Труднее, чем повысить Не понимаю Да все ты прекрасно понимаешь Ипполит Матвеевич Ты зачем пришел-то? Поговорите Слушаю В настоящее время Самая подходящая кандидатура На должность директора Автокомбината Шахов Почему это именно Шахов? А потому что Он заварил на комбинате Такую кашу Что кроме него Ее никто не расхлевает Это что ты решил? Я Ну а Некоторые товарищи На это счет другого мнения Да так как же? Могу объяснить Сделай милость Если Можно То открытым текстом Пожалуйста На прошлом неделе В управлении Состоялось совещание Директоров автокомбинатов Помните? Прекрасно Наш комбинат представлял Шахов Очень хорошо говорил Аргументированно Веско Одним словом По деловому Но самое большое впечатление На всех произвела Концовка его речи Когда он сказал Что кроме нашего В городе еще 12 автокомбинатов И всем желательно Не только выполнять Но и перевыполнять план И дал понять Что это вполне реально И осуществимо И вот тут-то Некоторые из начальств Задумались Крепко задумались Ну и как же это осуществить? Кого взять на должность Зам начальника управления Шейна Или Шахова? Ну ты, Полит Матвеевич И гусь Тебе только в разведке работать Шейн такой же догадливый? Он в курсе А где он? На своем рабочем месте Вернулся из отпуска Самолета И что же он думает По этому поводу? Змею На груди пригрел Змея Это Шахов? Ну естественно Странная реакция Хотя Впрочем Еще кто-то из древних сказал Человек не столько радуется Тому, что ему дано Сколько огорчается По поводу того, что ему не дано Да Да Я действительно Предложил Шахову Перейти в управление Большому кораблю Большое плавание И он согласился? Он даст ответ Через 20 минут Его решение Будет окончательным решением для вас? Да Он заслужил право на выбор А насчет автокомбината Ты не волнуйся Ипорит Матвеевич Не потянет шеи Потянет другой А у вас есть кандидатура? У Шахова Да Предусмотрительный паренек Да уж Нилый Камшит Ну что ж До свидания Глеб Николаевич До свидания Ипорит Матвеевич Алла Сергеевна Вызовите, пожалуйста, машину Машина у подъезда, Глеб Николаевич Спасибо Спасибо Да Павел Иванович занят А кто его спрашивает? Позвоните, пожалуйста, через полчаса Не волнуйтесь, обязательно передам Хорошо Здравствуйте, Елена Павловна Здравствуйте Здравствуйте Вы к Деринтову? Я к себе А вот эта девушка, ее зовут Соня, она к вам Введите ее, пожалуйста, в круг своих обязанностей Передайте ее по списку имущества, ключи, ну все, что положено И можете быть свободны Вы меня поняли? Не совсем Что вам не ясно? Какое вы имеете право распоряжаться моей биографией? Вы сами ею распорядились Шейн уходит в управление Я с ним? Конечно Благодарю вас Пожалуйста Твоим действиям, Гусятников, нет оправданий Если бы они находились в боевой обстановке Я разоценил бы их преступными Судесам, тебе доверили Бригаду людей А ты вместо того, чтобы сплотить их Собрать в кулак Превратил их в стадо баранов Которые при первой возможности Разбежались, куда глаза глядят Не куда глаза глядят, Павел Иванович А где условия работы лучше Разбежались они еще при вас За своим бригадиром, который Отказался работать по субботам И которого вы за это при всем народе так отполировали Что он потом в раздевалке чуть не заплакал Мне больнее бывает Молчун А он коммунист Он должен понять, что есть слово «надо» Почему же не Данилов-Сорокин? У них же золотые руки Не ушли они, Павел Иванович Их выгнали, выгнали по статье И с кем же ты собираешься работать? Найду А если не найдешь? А если не найду, тогда я сам уйду Силу почувствовал Почувствовал И прошу вас, Павел Иванович, в таком тоне Со мной не разговаривать И, пожалуйста, не тыкайте Это право еще можно заслужить Твоя работа Мои кадры Мои Гусятников Выйдите Павел Иванович Почему вы раньше времени вышли из отпуска? Шахов, ты не юродствуй Павел Иванович, чтобы вам не пришлось Впоследствии жалеть о том, что вы сейчас могли бы мне наговорить Я вынужден открыть вам небольшой секрет Я отказался от предложения Вавилова Шутишь? Нет Ты мне можешь объяснить, почему? Могу Вы, Павел Иванович Любите резьбу по дереву А я железки Я их с детства люблю Шахов Ой, Шахов, Шахов, Шахов Ну и что же мне Теперь Вы говорили наши деды Очистить помещение Абсолютно верно Вавилов, у себя? У себя ждет вас к трем часам Ты Прости меня, Валентин, что я плохо о тебе подумал Зло не будет держать на старика Нет, не буду Павел Иванович, я как-то перед вашим отпуском закатил небольшую тронную речь Да-да, что ты от пенсионера Так, разрешите мне ее закольцевать Сделай милость Павел Иванович Нет такой должности, где можно было бы спокойно досидеть до пенсии Поэтому не ждите легкой жизни Я вам не дам спокойно спать до тех пор, пока вы у себя наверху не уладите все проблемы, связанные с нашим автокомбинатом Я уже понял, Шахов И даю тебе слово, что в стан врага не перейду Уже понял, ты неудобный противник Петя, здравствуйте Здравствуй Какая сильная Я на работу, а ты опять в школу опаздываешь Да вот шериф обижался, я ее поймала Да, такую собаку Сильная какая Как твои дела? Плохо А что, опять неприятности какие-нибудь? Большие, мне опять скрипку купили Мане предложу, что мне с ней делать? Да, я не знаю, что тебе посоветовать В любом случае, не надо расстраиваться Понимаешь, буза получается Шоферы на дыбы встали Говорят, мы целый день за баранкой, а эти курортники Услесаря, за те же деньги баклуши бьют Сейчас Что не сделаешь, одному хорошо, другому плохо И экономисты другую песню запели Говорят, коэффициент выпуска автомобиля на линию зависит от двух факторов Технического состояния автомобиля и искусства водителя А к последнему Слесаря не имеют никакого отношения, ты же понимаешь Понимаю Вот что, Ипполит Матвеевич Я сейчас должен часа на два отлучиться Приеду Все хорошенечко обмозгуем Договорились? Договорились К customs Участь Матвеич Учать Учатка Н platforms Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Шаков, я буду с тобой счастлива, счастлива, счастлива. ДимаTorzok 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 ДимаTorzok